здравствуйте уважаемые зрители youtube-канала политвизия у меня в гостях не санчо радиховский здравствуйте добрый день но я уже зрители поняли наверное что я переехал временно в одессу мы тут чтобы не шокировать зрители восстановили интерьер моей комнаты так что полная иллюзия что я в москве но вы понимаете что ежедневные эфиры в таком режиме нельзя проводить из москвы так что и от солнечная одесса я вам скажу что во мне борется два чувства с одной страны не радостно но с другой стороны мне грустно не радостно что война полномасштабная с россией откладывается но с другой стороны мне грустно потому что в рамках вот этой всей компании мы вносили свой лепту и завидно регулярностью записывали эфиры так что в каком-то смысле я был неким бенефициаром а вот всего этого процесса но в любом случае хорошо что нет войны потому что мы за дело мира ну что же леонид санча вот сегодня собственно наступила некая разрядка отводится российские войска от украинских границ вчера была знаменитая встреча путина с господином лавровым и с господином шойгу конечно было вновь очень много лэмов по поводу длины стола и в украинском фейсбук пространстве сразу появилась картинка как путин встречается шольцем и этот стол размером с километр похожи на американские горки да вот так путин себя в общем-то охраняет от коронавируса но если серьезно то конечно в украинском фейсбук пространстве по-прежнему идет нагнетание по прежнему все боятся наступление российской федерации по-прежнему все клянут президента зеленского потому что он в упор не видит нарастающие российской агрессии это часть фейсбук пространство украинского другая часть фейсбук пространство украинского подозревает запад в том что запад специально нагнетал эту всю ситуацию с тем чтобы на пони инфляции на пони вот всех тех экономических проблем которые испытывает запад создать напряженность в украине и тем самым переориентировать внимание американских европейских обывателей на ситуацию в украине но как вы догадываетесь собственно вот это мнение озвучивается представителями партии оппозиционного платформа за жизнь один из которых представители которых илья кива значит который постоянно орудует на российском телевидении его постоянно приглашают гонит он на российском телевидении постоянно пророссийские нарративы собственно он постоянно нелицеприятно отзывается об украине и он сегодня переехал в испанию в очередной раз он похвалил путина это народный депутат украины заявил о том что путин это значит вождь всех временах всех времен и народов и он пока перекантуется в испании боится возвращаться в украину кстати подозрительно на ноги депутата от этой позиции от этой политической силы они почему-то накануне выехали из страны и это добавило опасения о том что они что-то знают такое чтобы путин завтра нападет с другой стороны дмитрий песков при секретаре путина сострел насчет того что путин у него постоянно спрашивает так все же когда будет война и в котором часу начнутся боевые действия в общем я вам описал вот эту всю картинку ну и самое последнее президент зеленский вчера выступил заявлением о том что никакого нападения не будет вместо 16 числа дня нападения владимир зеленский объявляет 16 число днем единства украины в общем это я сделал такое небольшое вступление не начну теперь слово звали ну я действительно думаю что я надеюсь что эта передача заключительная в цикле про войну что мы с вами будем теперь встречаться в каком-то более спокойном более нормальным говорите теперь начинается новый цикл о мире америка как побоевали теперь необходимо строить мир дача пербом строить новый цикл но это все таки менее менее острая менее экстремальная ситуация поэтому я надеюсь что передача мире будут значительно реже и спокойнее вот а что касается всей этой бодяги то мне кажется что война закончена причем поскольку это была пиаровская война то обычно когда война заканчивается более или менее понятно кто победил поскольку это пиаровская война то теперь у всех сторон задача выиграть мир вот но я попробую в нескольких словах вот как они эту задачу во-первых почему я считаю что война закончена во вторых как они будут стараться выигрывать мир значит но формально ничего особенного не произошло начинают выводить войска насколько я понимаю только из районов учений то есть из крыма и белоруссии по виду скоро будут а вот та самая исходная группировка языка из-за которой весь сербор то есть которая на границе россии украины в районе харькова она вроде пока остается поэтому наиболее обиженные разочарованные чувствующиеся обманутыми сторонники войны цепляются за эту группировка говорят нет нет мы еще покажем еще война будет еще рано радуетесь и тогда вот но теоретически естественно все может быть но практически я плохо себе представляю что вот вы сделали суп суп изначально был невкусный не свежий вы его грели 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 потом значит уже когда он закипел вы его студии ли потом вы половину этого супа вылили в помойное ведро уже все гости значит ушли отвратительный запах от этого супа идет какой-то воняющий так вы опять его разогреете чуть ли не из помойного ведра опять достанете значит нальете опять значит остатки этого супа опять его разогреете опять его начнете говорит час мы по тарелкам разольем на это как-то это чересчур по-моему ясно что путин свой нерв порвал и свой военный драйв растерял совершенно не факт что это военный драйв у него был но те кто слушают мои передачи знают что я три месяца каждый день фактически повторял одно и то же ничего там нет это изначально глупый блеф глупый бессмысленный блеф крайне наглые но одновременно наивные надежды или одним ударом сломать американцев что маловероятно ну или вот через американцев к чему-то принудить украину в общем изначально вот такого окаянства куража драйва на войну я не чувствовал кроме того с точки зрения здравого смысла это была бы пожалуй одна из самых безумных и бессмысленных воин в истории человечества не имеющие ни причины не повода ничего да много бывает безумных нелепых воин безусловно но это было бы в некотором смысле рекордсменская ну и наконец вся биография путина этого крутого ковбоя джо который скачет по прериям и неуловим никто не может его поймать этого отчаянного пацана который с криком держите меня семеро бросается под автобус она не наводит на мысли о его готовности действительно просто так понта ради сломать шею поэтому изначально вся эта бодяга с войной была липой и это было достаточно очевидно но безусловно не только мне я думаю хоть я там три месяца говорил на думаю что и другие многие так говорили ну а теперь она надломилась по-видимому почему теперь ну по-видимому путин понял что он становится просто смешным что бесконечно эти крики на фоне да чем не его уже крики а американские крики вот это поднятая американцами истерика она дала свой результат американцы разогнали эту безумную истерику и дальше путин был совершенно идиотском положении что если бы он промолчал всю эту неделю объявленную американцами военной неделе вот он промолчал вот ничего не произошло и что как-то это ну было бы уже запредельно глупо у него американцы дали ему последний шанс который сейчас и будет разыгрывать российская пропаганда ведь российской пропаганде надо объяснить естественно что это огромная победа путина и путин всех переиграл это понятно но важно понять кого он переиграл вот в этом весь фокус переиграл украину ну как-то это не очень убедительно потому что вроде украина вообще ничего не делал сейчас я отдельно скажу о зеленском и тогда в общем украина вроде ничего не делала поэтому в чем она и переиграл объяснить довольно трудно а тут американцы подставились и я думаю что сейчас один из главных нарративов как теперь выражаются попросту говоря один из главных писков российской пропаганда будет такое что путин переиграл дураков американцы причем переиграл я прошу прощения леса пескова важно зачитать он заявил следующее в интервью телеканала cnn то есть телеканал американского прежде всего президент путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии и фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для российской федерации украина это только часть проблемы эта часть более серьезные проблемы гарантии безопасности для россии и конечно президент путин готов вести переговоры ну слушайте но песков просто слушать нашу программу мои точно сколько десятков раз я повторял что линия отступления путина будет такая путин добился гарантии военно-технических гарантии для россии или как минимум начала серьезных военно-технических переговоров с россией вот она великая победа путин и это кстати абсолютнейшая правда действительно пойдут военно-технические переговоры по всему комплексу и по ракетам и по базам и по мерам доверия и по учениям по всему другое дело что эти переговоры липа в том смысле что никто хоть с переговорами хоть без переговоров никто никогда россии ничем не угрожал так же как и россия никогда в жизни не могла угрожать странам нато потому что столкновение россии нато это взаимно гарантированное уничтожение тех и других это знают все поэтому собственно говорить переговоры это липа но в рамках игры дипломатической игры да эти переговоры вызову начнутся и это конечно совершенно правильно было бы продать как достижение путин если бы ни одно но если бы он сам бы начала не выкатил абсолютно безумное пьяное требование из сказки о рыбаке и рыбке когда он обратился к нато и в ответ на предложение но давайте начнем переговоры раз вы так волнуетесь владимир давайте начнем переговоры по военно-техническим вопросам путин как старуха из сказки рыбаки и рыбки ответил нет не хочу быть вольной царицей а желаю быть владычицей морской и чтобы нато служила у меня на посылках чтобы устав нато изменили чтобы туда внесли пункт что я путин имею право вето какие страны принимать в нато какие не принимать вот это совершенно безумное пьяное такое требование которое невозможно было выполнить в принципе она и стала конечно ахиллесовой пяткой путина на кой черт он его выкатил ноты о своем гипотезу изложил надеялся запугать запад чтобы запад сломал украину не вышло это дело никто никого не сломал ну вот значит возвращаясь к тому о чем я говорил вначале до того как вы значит меня прочитали эту цитату из песков значит теперь задача продать победу путина но российская пропаганда будет продавать это по двум линиям первое вот я сейчас ее обозначил то есть не сейчас два месяца назад и обозначил она очевидно и песков и сейчас повторил мы пойдем на большие переговоры военно-технические и так далее с над это правда это святая правда но переговоры эти длинные поскольку это военно-технические переговоры это не цирк в рамках ток-шоу это не решается это не переговоры якова кедве с депутатом кивой это немного сложнее поэтому это требует времени это мало эффектно а продать победу надо сейчас вот российскому телезрителю хлеба и зрелищ вот народ собрался на стадионе в колизее и надо ему немедленно продать какую-то эффектную штуку чтобы люди засмеялись заулыбались бросали там огрызки яблок на арену надо продать эффектную штуку переговоры как эффектную штуку не продашь и вот американцы своими криками подставились и я уверен что сейчас главная тема российских пропагандистов будет бесконечной насмешки над глупыми и тупыми янки что вызовет приятное слюноотделение у российского зрителя янки глупые тупые во первых потому что они страшно испугались войны и наложили в штаны а великий могучий путин и не думал воевать он их просто запугал одним движением бровей это первое второе янки глупые тупые потому что они пытались столкнуть россию с украиной и начать войну а великий могучий и мудрый путин их опять переиграл и на войну не пошел эти два тезиса как легко заметить полностью взаимоисключают друг друга если янки трусы и истерики которые визжат то вряд ли они же провоцируют войну если янки провоцируют войну то вряд ли они такие трусы которые визжат от страха правильно либо то либо это но как вы понимаете зрительную телезритель так разбирать тут ничего не будет ему сказали что янки идиоты трусы провокаторы подонки а путин одним легким движением руки смахнул их с рукава сказали сказали он поверил почему не поверить приятно удобно легко вот вам первая линия по которой российская пропаганда будет объяснять что путин всех переиграл и одержал гигантскую победу но вторая линия еще раз повторяю это честное действительно честное заявление что будут эти самые военно-технические переговоры таким образом полная полный провал такой скандальный провал путинской дипломатии безумные заявления безумные требования дайте мне право вета на решение нато на каковы и безумные требования ему ответили закусывать надо владимир владимирович вот эти вот безумные требования мгновенно отодвигаются при этом никто не скажешь их не было нет нет они были они остались мы никуда от них не отступили они будут мы будем добиваться но они сдвигаются из фокуса общественного внимания а в центре фокуса оказывается глупые крикливые ямки которых путин элементарно провел за нас и поток насмешек над дурачком байденом над дурачками из нато это уважаемые зрители слушатели прекрасный пример технологии пропагандистской войны как можно выворачивать перчатку наизнанку это что касается россии что касается запада то на западе я думаю будут разные значит точки зрения но одни скажут правду что путин просто попал в лужу которую он сам налил и в этой луже сидит и с большим трудом из этой лужи вылезает но эти мнения будут на западе не главное не главное потому что это очень развенчивает не только путина но и саму западную пропаганду если путин это извините описавшийся пудель то с кем же собственно говоря воюет запад чем воюет годами годами отчаянно воюет поэтому мне кажется что западная пропаганда будет продолжать свою традиционную линию путин великий и ужасный волан-де-морт который не сегодня завтра нападет то есть возвеличивание путина фредди крюгера волан-де-морта гитлера чингисхана и так далее и так далее и вместе с будут говорить что вот мы коллективный запад сумели добиться мира временно временно конечно временно мы этого гитлера и волан-де-морта остановили но леонид александрович простите это действительно временно потому что американский эксперт по фамилии владислав сурков сегодня опубликовал статью которая называется будущее похабного мира которым он говорит значит следующее что великий могучий советский союз оказался на поверку не крепостью а чем-то вроде чернобыльского саркофага внутри которого продолжались реакции деления разложения и отчуждения в итоге если сравнить современную карту европейской части россии с картой утвержденной пресловутым брестским миром то вряд ли найдется много отличий поразительно но западная граница нынешней россии почти буквально совпадает с той линии ограничения на которой 18 году малодушно согласились большевики после предъявления германского ультиматума получается россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границе похабного мира то есть и тут сурков говорит о том что фактически в девяносто первом году произошло то что произошло время брестского мира когда от россии были отсечены те территории которые дали большевики ну естественно похабный мир все знают это ленин так называл брестскими а не проиграв войны не заболев революции какой-то смешной перестройки какой-то мутной гласности хватило чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам значит фатальная уязвимость была встроена в систему и что дальше точно не тишина впереди много геополитики практической и прикладной и даже возможно контактной как же иначе если тесно и скучно и неловко и немыслимо оставаться россии в границах похабного мира мы за мир разумеется но не запахом заправлены ну что тут сказать спеши слова добавить нечего как там тесно скучно и невыносимо до неловко неловко скучно и невыносимо до тесно скучно и неловко и немыслимо в россии в границах похабного мира тесно скучно немыслимо и немыслимо но в этом случае единственно что можно сказать говорите подобные вещи от от своего имени от себя если вам лично тесно скучно и немыслимо ну что ж бывает у меня такое впечатление что для 140 миллионов граждан россии эта проблема стоит немного менее остро вот но подозрением им намного интереснее жалкие глупые пошлые такие дрянные проблемки поганые цены вонючая жкх отвратительные разговоры про каких-то паршивых детей сопливых про какие-то мерзкие больницы извините утки мерзость всякое естественно что если вы проблемы жкх цен давно решили дети ваши учатся у геополитических противников а лечитесь в клинике шарите если уж приспичит то почему не подумать о высоком тогда конечно более страшной проблемой чем похабный мир который сейчас извините путин навязал россии ведь путин идет на мир на похабный мир он же не порвал эту удавку эту страшную границу которая просто душит россию вместо того чтобы порвать эту границу и рвануться вперед танками путин да да лично путин лично владимир владимирович путин не порвал эту удавку тем самым согласился на похабный мир но людей действительно благородных которые действительно живут высокими материями их просто душит эта граница вот физически души и чтобы значит вырваться из этой невозможной границы они там я не знаю ездят в карибское море в средиземное море там еще куда то есть вырывается из этой мышеловки дышать а 140 миллионов быдла грязного подлого мерзкого будла который не способна поднять свои свиные пятачки от корыта они только хрунка 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 единственное о чем они думают это сколько они с хрункают сегодня а россии а величие а геополитики по похабном мире скоты вообще не помышляю но так скоты они есть скоты на то они скоты что им пастух нужны все понятно длине саня скажите пожалуйста вот это вот речь в стиле людендорфа господина суркова произнесенная им сегодня вот она как соотносится с фактическим отводом путина и со скоком с военной тематики или это некая дымовая завеса что вы нас не знаете но скоро вы нас узнаете примерно так знаете я не берусь судить я вообще не думаю что они как-то соотносятся сурков на свободный человек он давно не на государственной службе он много раз говорил что он совершенно частное лицо и высказывает свои частные мнения имеет на это полное право а то что это случайно совпало с тем что вот сегодня одновременно это завеса стала еще вот удавка стала еще ужаснее еще жестче дает но бывает не на сурков же опубликовал статью сегодня а путин шойгу с лавровым встречался вчера то есть сурков сознательно опубликовал статью уже после заявления путина о том что фактически россия отходит но это можно воспринимать либо как дымовую завесу либо как желание показать своему бывшему начальнику свою дне метанующую летивость но вы знаете есть способ всегда можно быть фрондером если ты больше рейлист больше чем король вот эту фронду как известно все короли прощают если чек рейлист больше чем король лет простят всегда а вот есть ты меньше чем король вот это уже не очень хорошо но бог с ними со статьями статьи статьями ситуация ситуация значит я еще раз в тысячный раз повторяю что вся эта бодяга от начала до конца в российском исполнении она была такой же ерундой вот как в туркменистане ставят золотые памятники собаки президент людям люди ездят наверное кому-то нравится но в принципе если эту золотую собаку убрать то едва ли жители туркменистана станут рыдать и требовать вернить эту золотую собаку про ну вот такая же точная вся эта история войны с украиной в кавычках но можно поставить эту золотую статуи ну стоит и стоит но в общем как-то особой горячей любви к этой статуи по-моему у жителей туркмении нет а у жителей россии тем более всем горячо рекомендую кому интересно посмотреть значит ролик президент туркменистана во время встречи 2020 года корпоратив какой-то высочайший он там выступал в роли диджея он играет на каком-то музыкальном инструменте и вся местная публика пляшет под его значит звуки но точно так же выступает путин он вечный диджей и вся эта расфуфыренная публика пляшет под его значит звуки заодно и голограммы танков голограммы ракет макеты движутся ну чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакала расфуфыренная публика готова плясать им не жалко как говорится денег хватает но просто мне кажется что при всем уважении к талантам значит начальников и при всем уважении к талантам суркова который написал такой яркий как всегда яркий текст просто разные два мира два шапира разные люди разные интересы вот 140 миллионов жителей россии они как-то насчет похабного мира их похабная зарплата беспокоит там похабный транспорт жители москвы беспокоит там похабные бордюры похабные 60 процентов вот если не видел статистику 60 процентов а точнее статистику социологии 60 процентов россиян заявили интервьюером что у них нет никаких накоплений на черный день нет вообще ничего то есть они живут сегодняшним днем 60 процентов россиян да но это не значит что они живут сегодняшним днем мыслями об украине вот чем штука они действительно живут сегодняшним днем но боюсь что они живут не мыслями о похабном мире они живут еще раз говорю мыслями о похабных зарплатах и на похабных бордюрах более того по моим подозрениям на украине тоже люди не имеют никаких накоплений в огромном большинстве кроме накопления патриотизма конечно эти накопления всегда есть но какая бы тебя ни была патриотическая подошва но думать только о похабном мире с россией и только о том что крым ваш мне кажется даже большинство украинцев тоже далеки от таких людей люди они низменные существа им сначала надо пожрать там какие-то простые проблемы решить а уж потом подниматься к высокому то но значит короче говоря про ситуацию в россии я сказал путин всех переиграл это его очередной крупнейший геополитический выигрыш но должен воскать еще парочка таких выигрышей надо будет из кремля сматываться потому что выигрыша как-то не задались как говорится он конечно генерал но только совсем с другой стороны вот и вообще все это очень похоже на самом деле на такое важное историческое событие которое было в 1480 году на реке угре стояние на угре называется кому интересно кто не помнит почитайте значит двух словах к реке угре в 1480 году на одном берегу стояли татаро-монголы на другом берегу стояли русские должны были драться схватиться вот они стояли 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 потом развернулись и ушли русские к себе татаро-монголы вроде бы ничья ничего подобного ничего подобного это означало моральный крах золотой орды она осталась она никуда не делась она еще много раз нападала на россию она есть на русь она еще много раз сжигала там москву и так далее но какой-то моральный стержень сломался и вот я думаю что это нынешнее стояние на насчет угре она тоже не не в пользу на путинской россии ну вот это что касается россии про реакцию запада как мне кажется я тоже сказал наконец реакция украины я думаю что у вас конечно будет тоже битва потому что сейчас зеленский одержал самую крупную с моей точки зрения на психологическую победу за все время своего президентства уж я там не знаю путин сильно симпатизирует зеленскому или нет но путин сделал ему зеленскому абсолютно царский подарок правда у зеленского должны были быть определенные силы чтобы этот подарок принять чтобы не сдрейфить не запаниковать не начать метаться зеленский свою партию выдержал выдержал молодцом и одержал моральную викторию но это он допустим в моих глазах одержим а теперь осталось объяснить это гражданам украины я думаю я верю что гордон и гонопольский киселев и шустер бабченко и тряпченко объяснят что зеленский как всегда идиот ничтожество жалкий шоумен что он прогнулся или не догнулся или что он не воспользовался ситуацией и вообще кто он такой не объяснят а объяснили об этом что владимир зеленский недостаточно готовит страну противостоянию с монголо татарской ордой нет но объясняли до того момента когда орда ушла со своей стороны реки вроде бы теперь пораженные жители украины могут сказать так он достаточно готовил орда то ушла но я верю в таланты гордонов и киселевых они объяснят что при чем тут зеленский нас спас великий и героический народ всегда великий героический народ всегда великий герой нас спас на великий героический ахметов коломойский ярославский петровский смирновский это кто кому платит у кого чей канал тот и спас нас спас великий дядюшка Байден, который нас закрыл своей широкой грудью. Это правда. Нас спасло НАТО. И это правда. И, наконец, нас спас сам Мордор, который испугался и сложился внутрь. И это правда. Не всякого сомнения. Но то, что Зеленский в этой ситуации вел себя, по-моему, абсолютно правильно. Фактически безукоризненно. Придраться трудно. Это тоже правда. Но вот эту правду украинские свободные СМИ, конечно же, никогда не скажут. Что, между прочим, лишний раз говорит о том, что в пиар-войне побеждает тот, кому принадлежат все СМИ. Есть же такой старый анекдот, что на том свете встречаются всякие великие полководцы. Я не помню, что там говорит Гитлер. Ну, допустим, если бы у меня была атомная бомба, то я бы уничтожил Россию и победил. Там, значит, ну, там, я не знаю, Жуков говорит, что если бы у меня было еще там 50 дивизий, то я бы пошел на Запад и сбросил англичан и американцев в Ла-Манш. А Наполеон говорит, а если бы у меня была газета «Правда», то никто бы до сих пор не знал, что я проиграл сражение при Ватерлоу. Вот это и есть великая сила, неодолимая сила пиар-орудий. Поскольку в России все пиар-орудия выстроены в ряд и палят по команде, то торжественный грохот и залпы башенных орудий в последний путь проводят нас. Торжественный грохот единодушный всех каналов, всех российских кедми, всех российских сатановских, всех российских там, еще не знаю кого, он объяснит, что Путин всех переиграл, по какой линии я только что объяснил. Глупые и жалкие американцы, плюс переговоры, а Украину мы дожмем, никуда она, голубка, от нас не денется, все будет, все еще будет. А поскольку в Украине довольно единодушный фронт против Зеленского, хотя, по-видимому, участники фронта тоже друг с другом собачатся, тут вам Порошенко, тут вам Ахметов, тут вам еще кто-то, то огонь будет направлен на Зеленского, и он опять проиграл. Что он проиграл на этот раз, но это, я думаю, что не хочу отбивать хлеб господ Шустеров и Гордонов, они найдут, в чем именно проиграл. Ну, ну, кстати, Леонид Саныч, вот, Зеленский, он достаточно такую речь сказал, ну, мощно, он заявил о том, что, ну, выехали олигархи из страны, да, часть украинских олигархов, он скомандовал, что за 24 часа должны все вернуться в Украину, и тут же стало известно о том, что Ахметов планирует вернуться там, к среде, к 16 февраля. Я не знаю, может быть, он так планировал, но получилось, что как бы это заявление Ахметова стало известно после того, как выступил Зеленский. И дальше он сказал, скомандовал всем народным депутатам, которые разъехались и бросили страну, вернуться, или иначе страна сделает выводы. Параллельно с этим, в пятницу, я не знаю, ли вы в курсе, свет национальной безопасности Украины, ну, просто провел операцию, которую, я думаю, Путин бы обзавидовался. Когда Путина прихлопнуло НТВ 22 года назад, там же был спор хозяйствующих субъектов, это все длилось целый год, там, значит, было основание кредита Гусинского, которого он не вернул, и прочее, прочее. А СНБО собралось в Харькове под рукостом Зеленского и прихлопнуло оппозиционный канал наш, который принадлежит такому человеку, как Евгений Мураев. Кто? Значит, Евгений Мураев, вы помните, я рассказывал о том, у нас было интервью, что британцы написали, что Евгений Мураев, который под санкциями в России, будет руководителем коллаборационистского правительства, которое насадит Россию, когда оккупирует Украину. Короче говоря, этот канал с миллионом подписчиков. Вы понимаете, что миллион подписчиков в Ютьюбе, это в масштабах Украины, это очень серьезно. И этот канал, который, он как бы, ну, во многом ориентировался на юго-восточной области Украины. И Зеленский одним ударом прихлопнул телеканал, он вырубил его извещание, ввел кучу санкций. То есть, без суда, без вообще, без надсовета по радиовещанию взял, прихлопнул, канала нет. Понятно, что Запад не вступился за этот канал, как он бы вступился за каналы Порошенко. Но факт остается фактом. Вот Зеленский, он, ну, я вам хочу сказать, что он тяготеет в сторону менеджмента Путина. То есть, он достаточно резко себя ведет. И видно, как он старается, ну, вот, при возможности, ну, положить на лопатки своих соперников. Ну, я совершенно не считаю Зеленского божьим одуваном и божьей коровкой. Божьи одуваны не становятся президентами. Но, тем не менее, совершенно объективно мне, что Зеленский, и что Путин, что Байден, что Порошенко, как-то никакой разницы между ними для меня нет. Я равноудаленный абсолютно. Но, тем не менее, объективно в этой ситуации Зеленский выглядел хорошо. Правда, невелик, может быть, подвиг, потому что, если он нормальный человек, то он прекрасно понимал, что вся эта трепотня про войну, это пшик. Никакой войны не будет. Леонид Александрович, ну, не скажите, выступить публично против Запада, выступить публично против позиции Соединенных Штатов Америки, при том, что Украина нуждается в помощи Соединенных Штатов Америки. И даже вчера Зеленский выступлений, он как бы намекнул, что некоторые говорят о том, что 16-го нападения, так вот я вам скажу, что никакого нападения не будет. Или когда выходит Зеленский и говорит, я уважаю наших союзников, но Украина есть собственная разведка, не менее профессиональная, чем у наших союзников, и мы говорим, что никакой войны не будет. Но это сильная позиция, потому что она как бы в публичном пространстве бьет по позиции президента Байдена. Ну да, это, конечно, достойно. Я очень уважаю Остапа Ибрагимовича, вы знаете, как я к нему отношусь, но между нами шло, кто он такой, жалкая и ничтожная личность. Это, конечно, звучит, да. Нет, Зеленский, вот насколько Путин, вот это, не потому что он Путин, еще раз повторяю мне, что Путин, что Зеленский равноблизкие родственники, абсолютно. Но просто его исходная дурацкая позиция, безнадежная, в которую он себя загнал, и это долгое, как бы многозначительное молчание, которое оказалось ничем, почему молчит? Ну сказать нечего, вот молчит. Вот. Значит, это довольно глупо выглядело со стороны Путина. Со стороны Зеленского он выглядел достойно. Он выглядел достойно. Хотя, еще раз повторяю, все-таки я с вами не совсем согласен, мне кажется, что подвиг тут не такой большой, он, конечно, как нормальный человек, прекрасно знал, видимо, что никакой войны не будет, но не бывает войн вот просто так, без всякой вообще причины, просто потому, что такой каприз ничем не мотивированный каприз у одного царя, ладно, такое бывает, но ничем не мотивированный каприз, который ведет к катастрофической войне, вот такого не бывает. А Путин знал, а ему все объяснили, что это будет катастрофа. Смотрите, Леонид Александрович, одну ремарку, все равно, вот если вы помните, когда произошла революция, не революция, а протесты были в Беларуси, тогда Запад выступил против Лукашенко, и Зеленский, он по инерции, я до сих пор не понимаю, почему, но по большому счету, любой президент, он циничен, ну плевать Зеленскому на протесты в Беларуси, но честное слово, зачем портить отношения с Лукашенко, это их внутреннее дело, но Зеленский публично солидаризировался с позицией Запада, и постоянно, вот не было еще ни одного случая, когда за последние там 7-8 лет, с момента аннексии Крыма, ну Украина как-то публично, да, заявляла о своей обособленной позиции, и здесь впервые, даже Порошенко такого не делал, Зеленский выступил, и он четко дал понять, что минуточку, все хорошо, спасибо вам большое, мы вас ценим, но у Украины есть свой взгляд, ну на окружающий мир, и перед Россией это тоже сильная позиция, потому что Россия же на каждом шагу говорит, что Украины собственного мнения нет, мы ориентируемся только на Запад, а тут выходит украинский президент своей собственной позиции. Ну да, но как вы понимаете, российские СМИ объясняют одновременно, как я говорю, только что вот, они одновременно объясняют, что американцы обделались со страха раз, и американцы провоцируют войну два, точно так же российские СМИ объясняют, что вот видите, даже Зеленский говорит против Байдена, насколько же идиот Байден, раз, и Зеленский покорная шестерка, об которой все Байдены вытирают ноги, безвольная, бессильная, два, то, что одно противоречит другому, еще раз повторяю, ну идиот, тот пропагандон, который говорит себе, ну одно так, а другое сяк, одно противоречие, это не профессионально вообще, думать о противоречиях, настоящий пропагандист знает, противоречий нет, логические противоречия абсолютно не интересуют зрителя и слушателя, настоящий пропагандист прекрасно знает, мой зритель быдло, животное, которое реагирует только на щелканье бича, надо щелкать как можно громче, а в какую сторону бич падает, не имеет никакого значения, мой зритель не способен анализировать, мой зритель не способен ловить логические противоречия, это не значит, что мой зритель вообще идиот, ничего подобного, он в жизни может быть очень даже нормальным и умным человеком, но когда речь идет о ток-шоу, о зрелище, о пропаганде, он глотает все подряд, точно так же, как зритель сериалов, он же прекрасно знает, что в жизни такого не бывает, но когда он смотрит сериал, он смотрит по логике сериала, точно так же зритель мыльной оперы под названием пропаганда и ток-шоу, когда он в своей жизни разбирает какие-то вещи, он вполне способен разобрать, что нельзя одновременно говорить, что товар слишком дорогой, и тут же презрительно говорить, ну такую дешевку я и брать не буду, ну нельзя одно из двух, или ты торгуешься, сбейте цену, или ты говоришь, что это дешевка, и я готов заплатить больше, но это когда ты в магазине, а когда ты в виртуальном пропагандистском магазине, ты любую лапшу, значит, мгновенную, ну вот, теперь, значит, какие мне кажутся политические последствия тут возможны, значит, я не буду уже больше влезать в ситуацию в Украине, вам разбираться там, что набрал Зеленский, про Россию. Ну вообще-то нам с вами разбираться, вы же в Одессу переехали. А, ну да, это правда, но я скоро уеду. Вместе с интерьером, да, Ленис? Да, я возьму интерьер. Вот, значит, про Россию. Значит, первое, ничего не будет, абсолютно. Народ не замечал этой войны, народ не заметил этого конца войны. Победа это или поражение, граждане России на это плевали, потому что они с удовольствием смотрят ток-шоу, но это ток-шоу. Шоу, оно и есть шоу. Но все граждане России прекрасно понимали, что к реальной жизни это отношение не имеет. Но нельзя воевать вот так, без причины, без причины, ну не бывает. Поэтому серьезных эмоций граждане России абсолютно не испытают. Пропагандистские эмоции, ну в основном поверят в то, что им объяснят, что Путин поставил вилку американцам, опустил их, сделал их дураками и так далее, и так далее. Но у некоторой части граждан России, тем не менее, будет неприятный привкус во рту, который, попросту говоря, называется так «Дедушка спекся». Дедушка спекся. Но это ладно, это малый процент. Но самое неприятное, что такие настроения будут, конечно, и гораздо в большей степени в близком окружении. Вот эти люди политикой интересуются. Вот они проблему пытаются разбирать, их она касается. И в близком окружении Путина это чувство, что Акела промахнулся, оно, конечно, будет, вне всякого сомнения. Другое дело, что это вовсе не значит, что они там заговор против него составят. Нет, конечно. Нет там ни Палинов, ни Зубовых, ни Орловых. Это все прошло. Но ощущение, что дедуля спекся, оно, конечно, будет. Многие из этих людей, там, Сечин, Костин, Миллер и так далее, им деваться от Путина некуда. Без Путина они никто из ватников. Поэтому они всегда будут с ним. А вот другие, не буду называть фамилии, а то еще, если кто-то смотрит, скажет, вот я донос пишу в ФСБ. Нет, я доносов в ФСБ не пишу. ФСБ само разберется, кто другие. Но другие могут почувствовать, что промахнулся. Стояние на Угре, великое стояние на Угре закончилось не в нашу пользу. И хотя телевидение, еще раз повторяю, в сотый раз повторяю, оденет короля в самое роскошное платье и в парчулы, и в бархат, и в батист, но король голый, это, конечно, чувство будет у очень многих людей, что король таки голый. И особенным оно будет у тех, кто близко к нему стоит на расстоянии восьмиметрового стола. Вот через этот стол видно, что ваш собеседник обнажен. И этот торс не производит такого сильного впечатления, как 20 лет назад, когда он полуголый на лошади корцевом. Но никаких, повторяю, политических последствий вот непосредственно это иметь не будет. Вторая тема, значит, что, как Путин будет строить свою политику в отношении Украины. Ну, как строил, так и будет строить. У Путина одна профессия. Одно ремесло, одна профессия. Он украиновед. Вот есть такая наука, по-видимому, украиноведение. Вот он украиновед. Хобби у него два. Одно это Вторая мировая война. И что, значит, мы были, мыр Советский Союз всегда были правы и так далее. Это тема номер один. И тема номер два это украиноведение. И он, конечно, будет и дальше эту красавицу дергать за косы, и дергать ее за нос, и наступать ей на ноги. Но во-первых, понадобится какая-то пауза, я думаю, все-таки. А во-вторых, один и тот же анекдот рассказывать в десятый раз все-таки неприлично. Поэтому я думаю, что он будет изобретать, пытаться изобретать какие-то новые ходы в отношениях с этой красавицей. Уж какие это, я не знаю, естественно, гадать бесполезно. Вот. Ну и третье. Ну покороче, тогда мы полчаса говорим, еще ничего не сказали. Уважаемые друзья, мы продолжаем выпуск с Леонидом Александровичем. Мы уже с Леонидом Александровичем стали как братья Стругацкие, как Ильф и Петров. Как римские корсаков, записываем, потом переписываем. Но нам сопутствует информационная повестка, потому что к вечеру стало известно о том, что Россия в 3 часа ночи 16 февраля, то бишь завтра, планирует широкомасштабную агрессию в адрес Украины. 200 тысяч вооруженных головорезов российской армии готовятся напасть на Украину с юга, с запада и с севера. И газеты The Mirror и The Sun в этом абсолютно уверены. И все то, что мы видели сегодня, это было отвлекающим маневром. Это было постановкой Путина, который решил вести заблуждение всех вокруг. Но Украину Путин не проведет. Мы прекрасно понимаем ценность путинским словам. Так что мы готовы к отражению путинской агрессии. А готовы ли вы, Илья Александровна? Я-то готов. Вот вы выглядите как-то крайне подозрительно, потому что, во-первых, изменился дизайн. Впечатление, что, прочитав сообщения газеты Sun и The Mirror, вы просто удрали с Украины и бежали в Англию, например. Потому что дизайн, как я вижу, совершенно другой. Вот. И если вы под влиянием Sun сбежали с Родины, ну это бывает, конечно, я не спорю. Знаете, Леонид Александрович, я не украинский политик, я не олигарх, поэтому я остаюсь в своей стране. А дизайн? А? А дизайн? Дизайн, дизайн. Леонид Александрович, а у нас в стране дизайнов много. Мы вообще в этом смысле перещеголяли давно Россию. Так что приезжайте в Украину, вы увидите очень много красивых, ярких, современных европейских дизайнов. Я понял. А вот такие дизайны, Леонид Александрович, могут быть и в истинной демократической стране, потому что только в демократической стране развивается капитализм, развивается конкуренция и разные дизайнерские решения. Такие окна, я понимаю, это действительно чисто демократия, я бы даже сказал либеральное демократическое окно, согласен. Но у нас теперь проблема, поскольку нападение состоится в 3 часа ночи, то надо держаться до 3. Видимо, наш эфир будет продолжаться вот сейчас, значит, в 8 часов вечера будет продолжаться в 7 часов, чтобы не уснуть до 3 и быть во всеоружии. Нам придется 7 часов беседовать о газете САН, о газете Меррор, об их источниках. Но ничего, я думаю, мы 7 часов продергаемся. У меня как-то в этом сомнения нет. Вы никогда не спешите, я тоже, поэтому можем 7 часов писать эфир. Абсолютно. А знаете, Леонид Санч, меня многие зрители упрекают в том, что я не ставлю тайм-коды, а когда я не поставлю тайм-коды на 7-часовой эфир, вот это будет интересно. Да, но поскольку мы его закончим под разрывы бомб, снарядов и ракет, тайм-коды не потребуются. Тайм-коды уже будут не так важны. 22 июня ровно в 4 часа The Sun сообщили, нам объявили, что началась война. Ну, в общем, я бы сказал так, что до 3 часов ночи мы можем номера Sun изучать, тем более я по-английски очень плохо, так что с вашим переводом, вот она толстенькая газета, по-моему, Sun-то. Ну, будет чем заняться. Но для начала, для затравки, я хотел бы сказать пару слов все-таки не про Миррор и не про Sun, и не про ту войну, которую Миррор объявила Sun или Sun и Миррор объявили Украине, соответственно. Вот, кстати, они очень действительно хорошо разгадали обманный маневр Путина, то есть он надеялся провести весь мир, а Sun и Миррор он не провел. Вот, значит, я хотел сказать о том казусе, который сегодня, заканчивается, по-видимому, сегодняшний день и подготовка к наступлению двухсоттысячной армии. Кстати, недавно писали, что там собрано 120 тысяч, по-видимому, 80 тысяч с газетами Sun и Миррор бросятся непосредственно вот на этот пункт сбора. Значит, я говорю о казусе, который сегодня приключился в российский государственный дом. коммунисты давно вносили резолюцию о признании ДНР ЛНР. Террористических организаций сепаратистских, так называемых ЛНР. Ну, так коммунисты же вообще террористы. Известное дело. Большевики были террористы, экспроприаторы, эксами пробавлялись. А вы, я смотрю, Леонид Александрович, держите нос по ветру. Вы зачитались статьями Дмитрия Анатольевича Медведева, господина Путина, и вы обличаете большевиков, почему зря. Да, ну, правильно, мы же ведем с Ибрагимом краткий курс истории терроризма и экспроприаторов. Так что, ну, значит, от террориста Держинского и экспроприатора Сталина до террористов из ДНР и ЛНР прямая дорожка. Вот, значит, коммунисты давно внесли резолюцию о признании этих самых республик. И я был уверен, что ее замотают. Но вот сегодня, значит, как видите, я тоже далеко не всегда правильно угадываю, сегодня эта резолюция прошла в Думе, причем прошла именно в коммунистической редакции, потому что была редакция «Единой России», но проголосовали за коммунистическую редакцию. И в результате эта резолюция легла прямо на стол Путина, чего вообще мало кто ждал. Но все понимают, что Дума голосует так, как приказывает Путин. Зачем же Путин приказал Думе, чтобы они ему сунули такую малоприятную резолюцию? Фактически они ему вилку поставили. Если он эту резолюцию признает, соглашается с ней, то Минский процесс закончен. Россия в одностороннем порядке вышла из Минского процесса, и обсуждать больше нечем. Если же Путин ее не признает, то патриоты его обвиняют в том, что он предал русских людей в ДНР ЛНР Казалось бы, Путин делает против себя, делает крайне для себя неудобную и неуютную вещь. Но зачем тоже он это делает? Вариант, что Дума проголосовала сама, это я не обсуждаю. Проголосовала сама, и после этого они построили Яроплан и собираются улетать к Ядрине Фени куда-нибудь, как вы нигде. А вот зря Екатерина Шульман, например, она восхитилась тем, даже можно сказать прослезилась, что впервые за мной долгие годы она увидела явление прекрасного парламентаризма в здании на охотном ряду. Явление парламентаризма народу, или точнее явление парламентаризма Шульман. Призрак парламентаризма бродит по охотному ряду. Точно. Я, значит, умиляюсь над Шульман, она прослезилась по поводу Думы, а я прослезился по поводу Шульман. Я думаю, тем не менее, что это никакой не призрак, призраков у нас никаких нет, приказали, проголосовали. Так зачем Путин это дело сделал? Я думаю, ответ следующий. Если действительно сейчас вся эта бодяга прекратится с угрозами, с войнами и останется только газета САН, то САН это маловато для Путина. Президент России кроме как заниматься украинскими делами не может ничего. Но не Россией же мы занимаемся на самом деле. Единственное, что интересует Путин, это бесконечное сутяжничество с Украиной. Как он сам поэтически очень точно сказал, значит, нравится, не нравится, терпимая красавица. Но главное, что ему это нравится. Ему нравится без конца цепляться к этой самой красавице. Без конца цепляться к этой панночке. А идеальный повод цепляться это Минские соглашения. Потому что выполнить их невозможно, ни одна страна их не выполнит, и поэтому у Путина бесконечный повод все время обвинять Украину, а у Украины бесконечная возможность без конца обвинять Путина. В общем, вечный двигатель. Вот говорят, что вечный двигатель невозможен, а оказывается очень даже возможен. Кстати, вот представители, постоянные представители России при Европейском Союзе, господин Чижов, заявил, что Россия не планирует принимать действия против Украины, но значит, постпред РФ предупредил Украину о последствиях нападения на Россию. То есть, видите, альтернативная точка зрения. Может быть, как раз Украина двинет войско на Россию и отберет несколько, так сказать, областей. Ну, если САН и МЕРОР считают, что значит, Россия сегодня нападет ночью на Украину, то, может быть, Бильд обнаружит план украинского нападения на Россию. Бильд уже обнаружил, насколько я знаю, список значит, оккупационного правительства. Ну, бог с ними, с Бильдами, с Чижовыми, вернемся, значит, к этой теме. А, кстати, уже есть новый список, между прочим, он был опубликован, если не ошибаюсь, в газете Financial Times либо в какой-то другой, сейчас проверю, значит, список оккупационного правительства, который российский агрессор планирует наследить оккупированной Украине. Ну, понятно. Равно как оккупационной редакции газеты Financial Times. Ну, вот, значит, в чем фишка Путина, я думаю? Как он отреагирует на это? Значит, на это обращение коммунистов. Я думаю, ответ будет такой. Первое. Обращение он не примет, то есть, он не признает ДНР. Второе. От обращения он не отмахнется. Он скажет, что это очень важное, серьезное обращение, которое фиксирует реально сложнейшую проблему. Но разрушать минский процесс мы не будем. Но вот если Украина сделает то, сё, пятое, десятое, а что именно, я не знаю, но не выполнит какие-то очередные положения Минска, то вот тогда у нас есть за пазухой этот камень, вот эта открытая резолюция Думы. Там, как я понимаю, нет срока, в течение которого Путин обязан дать ответ. Она может лежать довольно долго. То есть, он пытается выстроить такую вот игру, что, значит, я получил такое предложение, это крайняя точка, и если вы, господа украинцы, будете дальше нарушать, не выполнять и так далее, и так далее, то вот тогда я выполню это положение, значит, прикончу минский процесс, и если я признаю ДНР и ЛНР, то ведь дальше какие возможности открываются? Я могу, я их признаю как независимые государства. Они тут же обращаются ко мне, к России с просьбой о помощи. Туда официально входит российская армия, уж там сто тысяч или сколько, и с этого момента мы можем из ДНР и ЛНР грозить Украине нападениям. Вот я думаю, какая-то такая двухходовка теперь, значит, у Путина в голове. То есть, еще раз, я подвесил над Украиной угрозу признания ДНР и ЛНР и ввода туда официально российских войск. Мне кажется, что вот это последнее интеллектуальное достижение российской дипломатии для того, чтобы обеспечить давление на Украину, а заодно, кстати, как сам Путин и сказал, давление наших партнеров, то есть, Франции и Германии, опять же, на Украину, с тем, чтобы Украина согласилась на наш вариант этих самых минских соглашений. Вот я думаю, что многочисленные политологи, Пянтковский, Бабченко и так далее будут очень серьезно эту тему обсуждать. Что вот Путин коварный план подвесить ружье на стене ДНР и ЛНР, который может выстрелить в Украину и так далее. Но мне кажется, что все это с одной стороны это пример путинского бесконечного сутяжничества, причем сутяжничества без всякой цели, просто ради процесса. Ему нравится без конца теребить эту самую красавицу, тянуть процесс. А с другой стороны, это похоже, знаете, на то, как вот мальчик, ребенок строит коварные планы, а именно сколько конфетных оберток я могу отдать за перочинный ножик или за дохлую крысу. Вот это и есть геополитика по-путински. Потому что на самом деле в реальности все это абсолютнейшие фейки. Нет никаких минских соглашений, это пустая бумага, на которой какая-то чепуха написана. Никто эти минские соглашения не будет выполнять никогда, потому что там ничего нет, нечего выполнять. ни для России, ни для Украины. ДНР и ЛНР давно живут своей отдельной жизнью. меньше всего местных жителей интересуются, что там, кто в Минске, кому сказал, пересказал. Никогда они назад не интегрироваться, не будет там никаких выборов по такому закону, по сякому закону, у них вообще никаких выборов нет. и так далее, и так далее. Это все, вот собственно главное, что я хочу сказать. Все эти хитрые, сложные, дипломатические построения, это мир бесконечных фейков, причем таких бюрократических образований, бюрократических гомункулусов на бумаге существующих, в котором очень органично и очень удобно себя чувствует Путин. Вот это его атмосфера, его мир. Вот подпоручики Ж, как известно, появился из описки, писарь писал подпоручики Ж и случайно описался и получился подпоручики Ж. Вот то же самое этот минский процесс. Это переговоры Ж, республики Ж, условия Ж, описки, какие-то бессмысленные описки, из которых складывается бесконечное переливание из пустого в порожнее. Но в этом процессе Путин себя чувствует как рыба в воде. Вот в этом бумажном море, в этом чернильном море, среди этих параграфов он готов плавать всю оставшуюся жизнь. А вот они не выполнили, а вот мы выполнили, а вот параграф такой-то читается так-то, а условия такой-то понимается. и до бесконечности. Вот, собственно говоря, да, ну а пропагандистский Путин, его, значит, шестерки пиаровские, они будут, конечно, продавать это как то, что мы добились очередного огромного успеха, а именно мы подвесили этот нож под названием ДНР ЛНР над головой Украины, и мы их заставим в нашей трактовке эти соглашения выполнить, а если нет, то тогда мы порвем этот процесс, введем туда на официальной основе войска и будем грозить им снизу. Вот, мне кажется, вот это то действие, ведь все говорили, ну что же, ну хорошо, Путин отступит там туда-сюда, но что-то же он сделать должен, вот это, мне кажется, есть то действие, которое под занавес приберег. Леонид Санч, ну что ж, я предлагаю нам все-таки выспаться и в три часа ночи снова созвониться. Ну, давайте, только звонок за вами. Хорошо, Леонид Санч, хотя, с другой стороны, вы же сами сказали, что вы находитесь в Одессе, значит, что мы в одном часовом поясе, у нас и у вас и у меня сейчас, точнее, будет ровно там часа ночи, потому что если вы были в Москве, у вас, соответственно, было бы четыре часа утра уже. Ну, погодите, мы в одном городе, допустим, но мы же не в одной с вами все-таки кровати, я надеюсь, этого не хотим сказать, даже не в одной комнате, поэтому из одной Одессской комнаты в другую вы тоже можете позвонить, правильно? Не, ну, две Одессские комнаты все равно находятся в одном часовом поясе. Это правда, хотя, я не знаю, может быть, газета Мирор сделает открытие, что у Путина есть особое оружие, когда он может менять, вот хаос внести в Украину с помощью кибероружия, разломать часовые пояса, на Дерибасовской один часовой пояс, а на Ришельевской другой, и полный хаос в украинской армии. Это же возможно? Игорь Александрович, вы так хорошо знаете название Одесских улиц, что теперь я точно не сомневаюсь, что вы проникли в Одессу. Спасибо большое, Игорь Александрович, за это интервью. Спасибо большое. Ну, я не знаю, как получилось.